Спасшиеся пассажиры и члены экипажа сухогруза Анатолий Крашенинников вернулись через 9 дней после случившегося. Первые 5 они находились на плавбазе Дальмост, так как отправить их домой не позволяла погода. Еще 2 дня по причине шторма они провели на судне пограничного управления. В сторону дома спасенные вышли только в субботу. В свой последний путь сухогруз Анатолий Крашенинников отправился 19 ноября. Он следовал по маршруту Петропавловск-Камчатский-Палана. Однако в районе поселка Озерновский усть-Большерецкого района затонул. Капитан с торпом и вахтенный механик до сих пор числятся в списках без вести пропавших. Пятерым членам экипажа и еще стольким же пассажирам удалось спастись. Их сегодня, в воскресенье 18 ноября, доставили в Петропавловск-Камчатский. Судно пограничного управления причалило на мысе Сигнальном в 8 часов утра. Однако людям дали возможность сойти на берег только спустя час. Вместо теплого дома спавшиеся моряки и пассажиры отправились в следственный комитет. Отвечать на вопросы журналистов им запретили. Я пока не могу говорить. Почему? Мне сказали, пока ничего не говорить. Запретили говорить? Ну, пока не надо говорить. Сейчас сначала следовать. Вас сейчас куда везут? Ну, я не знаю, в прокуратуру, наверное. А нет возможности сразу домой отправиться? Почему? Даже родственники, приехавшие встречать спасенных людей, держали глухую оборону. Нет, я пока не делаю. Мы пока помолчили. Почему? По факту затопления в Охотском море самоходного плашкота возбуждено уголовное дело. В следствии выдвинуто три версии случившегося. Нарушение правил судовождения и загрузки судна, технические неисправности судна, неблагоприятные погодные условия. В воскресенье по просьбе семей пострадавших и пропавших без вести в Нижнем храме морского собора состоялась панихида. Быстро перевернулось судно и они там остались. Но не успели выбраться. По поручению губернатора Владимира Илюхина, семьям без вести пропавших будет оказана юридическая помощь и финансовая. Из краевого бюджета им выплатят по 300 тысяч рублей. Мы, как говорили родственники, в случае каких-либо проблем связанных с документами, обращение в больницы и другие органы, где требуется документальное подтверждение, мы будем оказывать всестороннюю помощь. Кроме того, материальную помощь окажет и компания собственника судна. Люди, находившиеся на борту и сам груз, были застрахованы. Лиса Латыпова, Дмитрий Былков, Иван Родин, Енина Богданова, информационное агентство «Камчатка».